обещал что выйду вышел посмотрим чем это все кончится я имею ввиду в сегодняшний эфир обещаны посмотрим будет ли толк но только недолго наверно минут 20-30 там были вопросы я сказал давайте вечером я постараюсь выйти мы поговорим христос воскресе братья и сестры вспоминай недели я надеюсь что все вы знаете что за праздник что запоминание деле сегодня до кто хочет выйти в совместный эфир милости просим добрый вечер отец андроник привет хочешь выходить совместных и а я это сидел за компьютером печатал 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 заскучал думаю я же сегодня еще обещал пообщаться ну отец андроник да помахал может помахал да и ушел может быть он вот так помахал по крайней мере был сегодня скончался владыка вениамин железногорский и льговский это от нас сто километров курска область недалеко такой правильный человек очень его любили люди на приставился господь забрал у нашей сегодня у нашей сотрудницы храма сергеевна хоронили сестру она и и клавдия зовут но приставим помолить она всю жизнь при храме работала у него мечта умереть на светлую седмицу и говорит вот хотела в храме богу душу отдать так и случилось пришла она даже всю ночь помогала там что-то делала убирала а утром как обычно на службу и господь ее забрал вот и около храма и похоронили валентина сергеевна говорит у нее должно на лице улыбка господь прям забрал своих знаете отец александр протодиакон евгений владыка вениамин вот клавдия такие люди которые господь прям принял светлую седмицу меня укачало в машине прошу ваших молитв не уродствуйте мы я сейчас говорю серьезно мы не должны всякую блажь подгонять ну качало полежите выпейте то что вот в этих случаях помогает то знаете как отец андрей ткачев как-то подшутил по каждому чоку давайте звонить батюшкам и говорить помолитесь у меня чешется помолитесь я чихаю бачка помолитесь меня укачало я ну без обид мы просто давайте духовной жизнью нужно быть зрелой никак у детей когда ребенок прибегает в три годика и говорит мама у меня вот посмотри тут лава это хоро ну это понятно это ребенок но мы же должны зреть то что я почему сейчас об этом так вот заостряю внимание то что иногда такие сообщения приходят бачка мне что-то скажите мне что-нибудь это нормально то есть освещение которого литургии службы дети там матушка должен знаете вот как один мой духовник воскресной школе он исповедовал меня потом я подрос он мне говорит ты знаешь когда ты станешь священником помни что люди безжалостны они будут высасывать и не даже и может быть никогда не задумываться о том что у тебя не осталось сил что тебе нужно может быть отдохнуть я сейчас нет ни в коем случае не говорю про нас с вами вы наоборот пишите бачку то у вас осталось и все такое но речь идет о том что иногда действительно в храмах так бывает люди без жалости к своим пастырем ну как в 4 утра в 5 утра вот недавно звонят мне нужно с вами поговорить я ничего что ну пять утра я наверное сплю но мне очень важно мне на душе тяжело поэтому дорогие мои некая должна быть грань да вот когда к священнику мы обращаемся с просьбой там о молитве с просьбой об обеседе когда это действительно что-то такое где нужна именно помощь где священник должен вмешаться или хотя бы он должен выслушать а там где извините мне чешется матчки извините меня укачало матчка извините мне что-то на душе какая-то меланхолия давайте поговорим напишите мне что-нибудь интересное в эту же блажь почему говорят фомане верующие фомане верующий потому что апостол фома сказал я не не поверю не поверил когда ему ученики заявили что христос воскрес христос воскрес явился своим ученикам и сказал мир вам я вот пришел к вам а ученики передали это фоме которого тогда не было с ними вместе а фома им ответил пока сам не увижу не поверю татьяна на радовница можно почитать кафизма семнадцатого можно почитать можно почитать акафизма единого мир шоу вася иди сюда я вижу что это ты да правильно ходить на клавиш когда карантин кончится дай-ка сюда иди-ка сюда поздоровайся скажи здрасте здрасте а ты кого-нибудь видишь то есть никого там нет только мы с тобой ступай там фитька плачет не пойму почему вот поделитесь впечатлениями о книге вот иуда меня предающий книга у меня вызвал двойные не претендую на какую-то авторитетность мнения но у меня как бы и согласие с автором в деталях да я видел что очень много логики очень много исторического фактажа но сам посыл подводит к тому что мне противно не противно видеть в уде какого-то такого найти чуть ли не героя но там вывод основной такой что это сатана его соблазнил а так то он в принципе потом хотел исправиться и вообще он такой неплохой человек даже сам себя хотел присудить до смерти и сам от собой суд совершил там когда пошел удавился интуиция знаете вот логика говорит как бы да да все классно и здорово интуиция говорит нет что-то здесь не так вот 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 такое мое мнение нужно уметь любить всех людей этому надо учиться спасибо весь дело не в не в любви а в том что мы должны себя в эти когда любовь тут я не тоже не всегда приветствую подмену понятий и любовь это не всегда потакание и далеко не всегда потакание если вам кажется что в 4 утра например когда священнику звонят давайте поговорим мне вот на душе тяжело и чувствуется что просто выпил там до 4 утра пил потом вспомнил что у него батюшка три года назад квартиру освещал номер сохранился и решил набрать это неправильно это не есть любовь ведь нам подмешивать одно с другим путать нам любовь или не любовь мы должны ответственно и в какой-то степени дисциплинированно относиться к вот вопросу как святые отцы советуют несколько раз подумай прежде чем подойти к духовнику с вопросом храмах больше женщины прошлом эфире отвечал что у женщин у них более доверительные отношения не доверяют им не надо доказывать пальцы хочешь идти или посидишь еще женщины они на слово верят они доверяют к тому что говорят батюшка там верующие люди а мужчине нужно доказательствовать чем дело как я отношусь к тому что изображены чиновники в том числе стали какому-то абсурду и позору так отношусь сталин который расстреливал наших священ я не понимаю вот этого просто не могу понять сталин который расстреливал священников новомучеников владыка ануфри староскольский новомученик в 38 году расстреляны как мне простите в глаза смотреть новомученикам и молиться им когда их палач висит на фреске это мы на чего да я не знаю есть что это как-то безумие очень я щас за словом в карман не лезут извините на кафе спиридом можно конечно героиня эта матушка как сохранить душу пьющего и рачу чек усердно молитесь вот и смиряйтесь не требуйте от бога чудо просто просить господь по вашей молитве так про человека вразумит что правильно все поймет что жизни игра ну уж простите за прямоту иногда бывает сломал человек ногу попал в больницу и вышел другим я знаю такие случаи когда вдруг скорбь болезнь сломанная нога исцеляет как ни странно звучит сломанную голову и наша задача просить господин разумеет сам знаешь как кого-то вразумление постигает милостью божьей кого-то скорбью болезнью все ради спасения лисе да вы не переживаете путаетесь на ничего страшного все путаемся конечно нужно всех любить но я также должен любить наверное своих близких свою семью которая тоже от меня имеет право получать так вот не усталого и не разорванного на кусочки да папу я это сейчас опять же к тому что когда на священника вот 24 часа в сутки да там вызванивают выпрашивают там поговорить и мне нужно только вчера за день там две исповеди онлайн бачка я хочу исповедоваться мне вот тяжело помимо служб все ночных помимо встреч всех вот забот я могу даже сказать что одна исповедь мне написали страниц на 25 формата а4 текста ты сидишь час целый читаешь исповедь а в это время вот вот вася там лиза катя а не лёша лига уже всех не назовут катя они же ждут папу они же тоже имеют право на любовь вот о чем идет речь поэтому есть должна быть какая-то вот эта норма когда прихожане и духовные чада они должны понимать это я сама решу это я спасала справлюсь здесь я сама помолюсь здесь я сама подумаю два-три дня что-то в голову придет но не с каждым мелочным вопросом я должна звонить и это батюшка затем у нас есть эти серьги в городе он несет крест и я всегда это будет уже даже до смеха доходит ему каждый день звонит женщина ее зовут анна она звонит телефон мы сидим батюшки там какая-то может ситуация и мы знаем если позвонили анна белгород все у вас соседи такое послушание он слушает 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 а человеку просто хочется рассказать там поделиться и это уже два года так вот это неправильно 5 цели конечно спасается это его подвиг мария магдалина и мария сестра лазарь это не одна личность башки воспринимают сама врач ночные звонки уже сил нет от них сегодня уже не выдержал и спросил зачем вы мне звоните если ухода и услышана обиженная я решила вам интересно мы люди да действительно не понимают что знать есть в интернете есть такая баллада ты же врач ты же врач должен все ну я думаю читали мне врачи знакомые прислались мельзер есть у людей такой стереотип ты же врач слушай у меня кот заболел что-то он влюет него какая-то пена я не не ветеринар я терапевт но ты же врач учете трудно ну скажи что коту дать и таких примеров тысячи ты же врач да есть такие вот это надо потихонечку надо дисциплинировать конечно думаю что надо и отключать телефон на ночь на какие книги мы читаем детям в основном матушка читает вчера я читал русские народные сказки право воробьям уж кажется кстати отец иан крестьянкин говорил в одном из писем своему духовному сыну он пишет священнику он пишет что иногда ты должен останавливаться и отдыхать потому что колодец с которого постоянно черпают может стать пустым себя тоже надо наполнять катя домой вас сегодня не это мы просто вот благодаря вам наоборот вы подняли очень важную тему тему того что иногда духовный чадо или подписчики так скажем могут не чувствовать вот этого вот этой грани где батюшка может быть и не обязан выслушивать или вникать в какие-то мелкобытовые проблемки на уровне вот что мне соседки ответить который сегодня со мной не поздоровалась сквозь зубы и вот бывает такое что батюшку вовлекают в самые мельчайшие детали быта который на самом деле сами ли вы ну священнику может некую основу давать да какие-то основополагающие принципы совета а вот это заниматься судейством ежедневным это не то нет это народное поверье что якобы от весточка от покойника птицы которая стучится не волнуйтесь нет почему не вы кричали телефон на ночь но вот как-то вот надо дисциплинировать как-то еще не научился можно ли на проскамине поминать старообрядцев во время онлайн да русская в мы вынимаем частицами до добрый вечер да и ты же юрист то же самое да упали не понеслась привет ирина ты-то можешь что этот местное добрый вечер бачка допускается ли послабление в телесном посте перед причастием во время беременности да конечно время беременности есть послабление спасибо за добрые слова про матушку у преподавателя то же самое я всегда удивляюсь как у бачки хватать ну давайте друг друга понимаем там где ты работаешь с человеком с людьми и причем с широким кругом людей там действительно будь готов к тому что тебя будут постоянно и много и по часту по самым незначительным вопросам дергать я вот когда сам священником служить стал стал понимать что не всегда нужно звонить врачам ну педи педиатром да конечно твой ребенок ты волнуешься там что-то у него температура закашлял он горло у него а у меня полно знакомых педиатров я думаю сейчас наберусь прошу а потом господи а сколько вот таких как я а может быть он сейчас восемь вечера хочет кино посмотреть или с семьей побыть или поужинать а а я тут ну здрасте у нас там ильнур мансурович есть замечательный ильхман кто старом аскольджет знает такие легендарные педиатры думаю сейчас я позвоню и вот человеку будет неудобно мне отказать и я его режим нарушу сейчас он скажу привозить давайте на врачи вообще подвижники правда подвижники он я не смотрел когда сходил огонь поэтому не знаю кто там стоял там настроил учеников строит у школьников катя вы просто попали под горячую руку что же даже не только вы тут виноваты друзья давайте не будем вот сейчас калишевиши там виноват не надо это вообще не тот разговор мы говорим о ситуации о проблеме я может быть ну вы простите что вообще посмел об этом рассказать но это проблема существует одни пишут даже вот такие подвижники иоанн крестьянкин мне очень было удивительно читать от него от иоанна крестьянкина такие слова когда он пишет что отдыхай от духовных чат закрывайся иногда ничего никому не отвечает некоторое время был бы убывая один батюшка это он пишет письме потому что из колодца из которого постоянно черпают может опустить ты сам ты должен наполняться ты сам ты должен иногда отдыхать и меня эти слова они обудрили потому что оказалось что да это не только мне так кажется кажется это подтверждается мусульмане около храма грубо спали но они бывают но не дадут не помолиться у них там просто рядом мечеть амара и мы сегодня добрый спокойно просто уставший заболела голова после причастия нет не связывайте друзья я не совсем все успеваю что хотелось бы поверить свое время не всегда умею пользоваться сегодня уже все пасхи часы пасхи мечтается уже вечерние правила девочка ну с 7 лет обычно голову покрываем на хотя мы даже и младше из трех спасибо любой добрый вечер родился внук все сказали хорошо а потом отправили в реанимацию как кроме за него молиться ну как правильно сердечной горячей молитвой дома молитесь как правильно в реанимацию забирает периодически младенцев потому что билирубин подскочил какие-нибудь анализы реанимация это подстраховка это просто отделение интенсивной терапии то есть там где за ним будут следить более внимательно чем скажем в общей палате вот и все то есть я бы не стал здесь как бы паниковать суеверие если вам птица стучит в окно забудьте в беседке мы еще ни разу не собрались потому что вот коронавирус грянул около храма ими в шатер мы строили храме против вас благоволий есть такое но преодолевайте себя режим дня мы утром встали помолились иногда если куда-то торопишься опаздываешь в дороге молишься если утром службы едешь в храм служба после службы как правило требовала панихида сегодня на кладбище сегодня нужно было их но я не поехал потому если венчание было потом беседы люди приехали издалека часа полтора посидели поговорили возле храма вот до вечера потом домой пришел а еще в магазин там что-то прикупил к столу поужинали вот сижу печатаю книгу и в эфир вышел вот так если как сегодняшний как детей зовут анна алексей елизавета василий екатерина и федор после причастия сплю до этой всей девушке поверьте мой сын расписался в загсе дипоста является грехом гуляния не было ну как сказать для верующих это конечно неправильно поцерковленного это как некая я вам сейчас расскажу а вы сами поймете грех это или нет представьте что у кого-то в семье заболел папа или мама или бабушка и он находится в больнице а внук скажем да ну или там сын вместо того чтобы прийти проведывать едет на какой-нибудь дискотеку у бабушки операции идет да там ну например все в напряжении все молятся а внук поехал на танцы там с пацанами это грех такого греха ну вот ну вот что в библии прям мы не найдем но все понимаем что это неправильно это какое-то неуважение несоответствие не любовь не адекват поэтому возвращаясь к вашему вопросу у нас пост христос постится в господь страстная неделя например на господь на крест взойдет а мы вместо это его точнее вместо этой скорби свои какие-то радости включаем там условно говоря на этом поэтому конечно для церковного человека это как бы неправильно торжества в момент поста если же ваш сын не воцерковлен для него это нормально и грехом это не назовешь потому что он и так вне церкви живет вне христианские заповеди по всей видимости уж точно бог он наказывать за это не будет но если не крещён ребенок который родился в реанимации молиться в храме пока рано поминать про его у нас в молитвах храма о здравии в церковной молитве но дома можно взрослая уже дочь я не причащала как быть что я могу сделать они вы сейчас можете с ней беседовать и предлагать приглашать ее вместе пойти на службу сходить в храм вот что можно навязывать не надо предлагать и давай сходим давай побудем я упустила момент а сейчас очень жалею об этом я хочу чтобы ты немножко прикоснулась к вере к причастию к молитве ну что тут про благодатный огонь говорить мысли пришли странные гоните эти мысли они вообще в нашей жизни вот и мысли не должны нас в куда-то уводить в сторону чё-то лиска плачет я честно не пойму чем где матушка чего почему так может она в ванну пошла или может быть молитвы читает пойду сейчас проверять слышу узнаем тоже слышите что ребенок плачет уже 10 минут и буду завершать да мы освещаем квартиру но я вообще против этого я сейчас начинаю отказывать потихонечку потому что в группе риска не только не просто себе впервые сам можешь прийти им а вдруг я болею бессимптомно а вдруг батюшка какой-нибудь которого позвали приболел надо понимать жители океане и прочих оксана те люди которые христа не познали господь будет судить по закону совести так сказано в библии то есть как они жили носились ближнему по этому принципу друзья ну давайте я завершу сейчас эфир честно говоря сил уже не хватает уже все все я хочу попрощаться поблагодарить за ваше время за собеседование наше с вами с нами бог так говорит святой пророк и сами так говорит история церкви святых наших господь рядом всем кто ищет ищите бога молитесь богу на всякое время не унывайте и не смущайте сердца ваш с богом братья и сестры